Первую карту подземного Рима составили спелеологи в Италии. Ученые отметили сеть заброшенных каменоломен, катакомб и лабиринтов, растянувшихся под городом на сотни километров. В команде с геологами, археологами и городской администрацией специалисты собрали сведения о местонахождении подземных коридоров, но следы многих из них потеряны безвозвратно. Репортаж нашего собственного корреспондента Юлии Гончар. Здесь вы можете видеть следы кирки. Их оставили рабы, которые добывали строительные материалы – туф и пуцелан. Длинные галереи проложили под городом древние римляне. Около двух тысяч лет назад эти подземные карьеры служили им для добычи вулканических пород. Из туфа и пуцелана строилась столица империи – Рим. В стене тоннеля на расстоянии нескольких метров друг от друга вырублены ниши для светильников. Работать в полной темноте подземелья было невозможно. Римляне добывали строительные материалы там, где должны были их использовать. Самые большие карьеры располагались, конечно, за пределами городской стены – стены Аврелиана. Но Рим продолжал расти с течением времени. И сегодня эти карьеры оказались непосредственно под городом. С начала массовой застройки городских окраин вход в эти галереи был засыпан. Информация о местонахождении тоннелей затерялась. Сегодня о подземной сети заброшенных карьеров и каменоломен спелеологи знают очень мало. По итогам года работы им удалось нанести на карту не больше 2% существующих подземных путей. Между тем, неизвестные никому пустоты под городскими сооружениями и жилыми кварталами представляют собой реальную опасность. В Риме за год открываются около сотни провалов земной поверхности. И большая часть этих провалов возникает из-за подземных пустот. Они небезопасны для населения города. Поэтому мы изучаем феномен просадки почвы и хотим разобраться, какие из городских кварталов больше всего страдают от этого явления. И есть ли под этими кварталами подземные пустоты. Древние римские каменоломни под городом составляют в длину сотни, если не тысячи километров и достигают до 25-метровой глубины. Заброшенные своими строителями на протяжении веков они служили для первых христиан местом захоронения мертвых. Сейчас мы входим в катакомбы. Видно, что здесь уже все растащили. Одну из таких катакомб в этой галерее ученые обнаружили совершенно случайно. Некогда она была разграблена и ничего ценного здесь не осталось, кроме осколков мрамора, глиняных горшков и человеческих костей, которые покоятся в этих нишах до сегодняшнего дня. Многие историки проводят демографические исследования, основываясь на данных, собранных в катакомбах. Во время войны подземные тоннели служили населению бомбоубежищем, а после – укрытием для местной мафии и даже для промышленного выращивания грибов. Еще не так давно эти помещения использовались для выращивания грибов. Условия здесь очень подходящие по влажности и температуре. Достаточно большое было предприятие, где работать могли 40-50 человек. Они провели водопровод и заезжали в тоннель на небольших грузовиках. 20 лет назад грибное предприятие закрылось. С тех пор подземный тоннель находится под контролем спелеологов, которые продолжают работать над завершением первой в истории карты подземного Рима, чтобы однажды вывести на свет все его тайны.